Важное направление проекта партии «Единая Россия» – городская среда, общественный мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов. Первые в списке осмотра у депутатов – дома 39 и 41 по улице Калинина. В рамках программы были отремонтированы подъезды пятиэтажек, покрашены стены, побелены потолки, установлены новые почтовые ящики, заменено освещение и оконные блоки. Кроме того, во дворе домов была обустроена парковка для автомобилей и установлена большая детская площадка. Силами управляющей компании вот уже несколько лет сохраняется чистота и порядок, но немаловажную роль в поддержании внешнего вида всех объектов играют и сами жители. Состояние нам очень понравилось. Мы видим, что работает управляющая компания, подъезды, которые были отремонтированы в таком же хорошем состоянии. Детскую площадку мы посмотрели, текущий ремонт производится. И очень приятно, что по тех же информации управляющей компании, что жители этих подъездов, этих домов также предлагают усилия по контролю содержания своей территории. Федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха. В 2019-2020 годах в Салавате была обустроена аллея по улице Ленина. Тогда общественная территория заметно преобразилась. Для комфорта горожан пешеходную зону выложили плиткой, добавили освещение, в том числе декоративное, поменяли остановочные павильоны, поставили новые скамейки и урны. «Отрадно видеть, что действительно наш город преображается. Для наших горожан становится все больше мест, где можно комфортно провести время, прогуляться, где могут поиграть дети, где можно заняться физической культурой, спортом. Единственное, к чему хочется обратиться к нашим горожанам, все-таки беречь это, потому что от нас зависит, как в дальнейшем будут содержаться эти территории». «Раньше она была убитая, убитая. Здесь ни скамеечек не было, ничего, ни обихоженное было. А сейчас выйти просто приятно, посмотреть, все-таки, все заасфальтировано, все чисто, все уютно и все хорошо. И вот я каждый божий день гуляю здесь». В проект «Городская среда» попадают и дома, и объекты, расположенные в старой части Салавата. Так, например, в доме 27 по улице Первомайской также провели ремонт подъезда. Перечень работ аналогичный – покраска стен и полов, побелка потолков и замена освещения и окон. Спустя годы помещение сохранило опрятный внешний вид. А вот набережная реки Белая будет благоустраиваться и дальше, ведь в прошлом году салаватцы проголосовали за продолжение ее реконструкции. В 2022 году будет реализована третья очередь работ в рамках программы «Формирование современной городской среды». Здесь появится событийная площадка и большинство городских праздников жители города будут проводить на берегу реки Белой. «Основные элементы, которые будут присутствовать на территории после благоустройства, это будут, конечно, мафы, это хотим восстановить традиции проведения сабантуев, то есть будет инвентарь для сабантуев, столбы для борьбы куреш и так далее. Будет основание по сцену, будет киоски для переодевания персонала, для гримерки, туалет общественный также и большая площадь твердого покрытия для того, чтобы люди стояли и наблюдали за концертами». Попасть в программу «Городская среда» может любой объект городской инфраструктуры. Основные средства для его реализации будут выделены из федерального бюджета. Инициатором может стать любой житель. «Чтобы принять участие в партийных проектах, нужно изъявить инициативу именно самим жителям, самому Дому управлению, собрать некий пакет документов, оформить заявку, а потом уже на федеральном уровне, скажем так, рассматривается, кто примет участие, какие дома, какие подъезды, в каком количестве, какие работы будут произведены. Ну и впоследствии заключается договор, ищут подрядчика, происходят торги, и реализация проекта осуществляется на протяжении одного-двух лет». Проект уделяет большое внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя рейтинговые голосования за конкретные объекты, прошедшие отбор. Принять участие в преображении нашего города можете и вы. 15 апреля стартует голосование по выбору общественной территории в рамках программы «Формирование городской среды» на будущий 2023 год. Каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос на сайте 02.городсреда.ру за объект, который, по его мнению, необходимо облагородить. Голосование продлится до 30 мая 2022 года. Татьяна Степанцова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова